Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Кормим клубнику весной правильно, когда, чем и что это дает? Пожалуй, даже начинающим огородникам известно, чтобы клубника дала хороший урожай, ее надо не только поливать и пропалывать, но и подкармливать. Сейчас, когда весна в разгаре, нужно сделать первую подкормку. Каким образом, об этом вы узнаете из данного видео. Что нужно клубнике весной? В жизни клубники есть три фазы, когда подкормка ей просто необходима. Первая – фаза активного развития после зимы. Вторая – фаза плодоношения. Третья – ухода в зимовку. Весной для хорошего наращивания вегетативной массы растению нужен азот. Для развития корня фосфор, для закладки генеративных органов клубники потребуется калий. Первая подкормка должна проходить не сразу после того, как сойдет снег, ибо корневая система пока еще не включилась на полную силу и не впитает в себя подкормку. Она должна проходить, когда почва прогреется хотя бы до 10-12 градусов. Тогда корневая система начнет активно забирать полезные элементы. Чем нужно подкармливать? Отвечая на этот вопрос, аграрии не советуют выбирать между органическими и минеральными. Лучше выбрать средние. Минералка должна вноситься только под корень. Сверху насыпать недопустимо, равно как и нельзя перенасыщать почву таким удобрением. Лучше соединить эти два вида и накормить клубнику. Итак, после зимы часть корневой системы просыпается долго, а часть отмирает. Поэтому сначала для развития оставшихся корней полезно внести фосфор. Нужно развести нитромофоску в воде. Причем важно это делать правильно. Для начала 30 грамм нужно развести в небольшом количестве воды. А уже потом можно добавлять в 10-литровое ведро. Также допустимо использовать какой-нибудь органический комплекс 25-30 мл. Что дает такое соединение? Соединение органических и минеральных удобрений оказывает сильное влияние на здоровье клубники. Например, в органических комплексах, которые работают на всех типах почвы, есть гуминовые кислоты, которые в большом количестве находятся в составе гуматов. Они помогают корневой системе растения перерабатывать соединение фосфора. Минеральные удобрения намного лучше усваиваются при совместном внесении с гуминовыми кислотами. Как это работает? Есть в органических комплексах и полисахариды, которые помогают восстанавливать плодородный слой почвы. Их присутствие способствует активному развитию микроорганизмов, а также улучшает микрофлору почвы. Следовательно, растениям лучше развиваться и расти в дальнейшем. В органике есть и другие составляющие, но самые важные именно кислоты и полисахариды. Именно благодаря им увеличивается урожайность. В раствор минеральных удобрений можно добавлять хуматкалия, который работает похожим образом. И в заключении, подкормку, состоящую из органических и минеральных удобрений, растворенных в 10 литрах воды, нужно хорошо размешать и вносить под каждый куст клубники в лунку по 100 грамм. Следующую подкормку можно проводить в период начального плодообразования. А какие еще полезные советы можете дать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!